Жители северо-запада России могли наблюдать редкое и любопытное явление – полное солнечное затмение. К сожалению, максимальная его фаза пришлась на малообитаемые регионы нашей страны, такие как остров Шпицберген. В Иванове луна закрыла солнце лишь на 65%. В Ивановском музее камня была организована площадка для наблюдения за этим зрелищным явлением. Первое в истории человечества затмение, которое было задокументировано, произошло 4000 лет назад в Китае. Астрономов, которые не смогли вовремя его предсказать, обезглавили. В истории известны два полных, стопроцентных затмения в нашем регионе. Одно 830 лет назад, другое – летом 45-го года. 9 июля 45-го года как раз ученые приезжали к нам сюда, в Ивановскую область, долго готовились. Был Фисенков, был Капица. На базе Богородского был создан целый городок для наблюдения за солнечным затмением. Полоса как раз проходила через Ярославскую область, Ивановскую и Горьковскую. Но, к сожалению, как раз вот в этот день вдоль полосы прошел грозовой фронт. И, к сожалению, само затмение не было видно. Так совпало, что в предстоящую ночь начинается новый астрономический год. И Луна оказалась между нашим светилом и Землей, отбросив на нее свою тень. Полоска полного затмения составляет порядка 200 километров. Тогда как зона частного – до нескольких тысяч. Ближайшее к нам полное солнечное затмение, которое мы могли бы наблюдать в Иванове, не выезжая из Иваново, это оно случится в 2654 году. То есть мы с вами доживем, может быть, наши далекие потомки увидят. Но чтобы увидеть солнечное затмение, во-первых, сейчас у нас идет онлайн-трансляция с тех точек, где оно полное. А во-вторых, нужно просто ездить по миру, смотреть, где происходит, туда приезжать, наблюдать. Все гости музея камня могли своими глазами увидеть затмение. Всем желающим были выданы специальные затемненные стекла, такие же, как в маске сварщика. Но без специальной астрономической аппаратуры дело не обошлось. Самый большой телескоп был приспособлен для показа проекции затмения. Все явление разворачивалось на листе белой бумаги. Другой телескоп был оснащен специальным фильтром, защищающий глаз от сильного светового потока. Если просто смотреть на Солнце, это можно повредить сетчатку. Если смотреть в телескоп без специальных фильтров, то просто закипят и взорвутся глаза. То есть как раз лучи сходятся внутри глазного яблока, происходит закипание, глаз развивается. Поэтому только, только через фильтр. Свежие эмоции и какое-то своеобразное чувство переоткрыателя посетило многих участников публичного просмотра этого явления. Но, как говорят специалисты, вреда для здоровья затмение не несет. Это отголоски мистической веры наших далеких предков, веривших, что затмение – дурной знак. Первый раз в жизни вижу солнечное затмение. Очень здорово, что всем раздали стеклышки, хотя бы посмотреть там. Да, я сняла на камеру. Получилось в первую очередь с помощью проекции, которая на белый листочек происходит, и также с помощью стекла, который нам все выдали. То есть если его приставить к объективу, то можно видеть затмение. Это очень любопытно, интересно и фотографически, и просто интерес к такому событию. Недавнее полярное сияние, солнечное затмение и другие астрономические явления, которые мы сможем наблюдать в этом году, могут освежить наши чувства, дать заряд новых эмоций. Но в любом случае нужно быть готовым и почаще смотреть на небо. Александр Руденко, Денис Денисов, РТВ, Иваново. Денис Денисов, РТВ, Иваново.